Здравствуйте, меня зовут Святослав Яковишин. Я в первую очередь хотел бы сердечно извиниться за то, что я опоздал. Вы обстоятельства были против меня, но я правда очень старался. Я читаю уже не первую реакцию про технику Второй мировой войны, это мое основное хобби. Я занимаюсь этим уже довольно много лет, не буду говорить, а то вы будете считать. Поэтому давайте приступим. Вначале я хотел бы, как обычно, начать с двух вещей, с благодарностей. Я хотел бы выразить благодарность моему другу и товарищу, а также админу паблику, паблика суровый технарь Сергею Иванову, а также хотел бы выразить выразить благодарности своим коллегам, теперь уже из паблика Panzer Proof. А также, конечно, курилки Гутенберга за то, что предоставило мне такую возможность прочесть вам эту довольно интересную лекцию. Ну, надеюсь на это, что он будет интересный. Как обычно, вначале disclaimer note, отказ от ответственности. Я не профессиональный историк. Все, что я говорю, не является инстинной в последней инстанции. Моя задача скорее заинтересовать, то есть показать, что такая необычная и, в общем, далекая многим вещь, как танки. В случае, если вы реально разбираетесь, если вам реально интересна техника, может быть вполне себе интересной. Ну что ж, тема моей лекции это «Стальные легенды. История создания и применения самых известных танков Второй мировой войны». Я расскажу общую канву танкостроения этого периода, но и также подробно расскажу про несколько самых известных танков. Я, к сожалению, не могу рассказать обо всех, потому что нельзя объять необъятное, но я расскажу вам то, что я считаю на мой вкус, на мой взгляд, наиболее интересным. Итак, приступим. Куда? Нет. Понятия не имею, честно сказать. Не, вроде пишешь только вещина. А, да. Или это ты переключил? Отлично. Рассказ о танках Второй мировой войны нельзя начинать без краткого экскурса в историю, чуть-чуть на более ранний период, на Первую мировую войну, потому что на самом деле геополитически Первая мировая война и Вторая мировая война по сути являются одним событием, связанным с друг другом невероятно сильно. Иначе говоря, нельзя рассматривать Вторую мировую войну, не рассматривая Первую, если мы хотим рассмотреть это обстоятельство, скажем так. И с танкостроением приблизительно такая же история. Зачем вообще появились танки? Дело в том, что Первая мировая война была войной, которой оборонительные силы шагнули вперед. Появились пулеметы, появились минометы, появилась достаточно высокоточная артиллерия, появилась авиация, появилась колючая проволока. Первая мировая война, если кто не помнит, это 1914-1918 год. А при этом средства нападения остались теми же. Это стройные ряды пехоты, которые, собственно, с криками «Ура!» или «За королеву», или «За веру за царя Отечества», кому как больше нравится, и с мужеством в сердцах бежали на эти самые пулеметы и умирали пачками. В результате, на самом деле, Первая мировая война во многих местах была гораздо больше мясорубкой, чем вторая. И поэтому в таких условиях, когда каждая из воюющих сторон натурально теряла все мужское население за целое поколение, стало очевидным, что так не может продолжаться вечно, и необходимо какое-то средство, которое сможет это все прорывать. И пионерами в этом стала Великобритания со своим легендарным ромбом. Он назывался Марк-1 «Самец». Самец, потому что с пушками. У него было два таких боковых спонсона. Вот они. Два таких боковых спонсона, точно такой же с другой стороны, необходимых для стрельбы по бокам, потому что строили британцы, и они, как известно, владыки морей, мастера постройки кораблей боевых, поэтому им казалось так, что это будет наиболее эффективно. И в целом для своего времени было оправдано. Были еще версии самки этих машин, у которых были пулеметы вместо пушек в этих спонсонах, а также гермафродиты с и пулеметом, и пушкой. Один из таких, кстати, экспонируется сейчас то ли в парке «Патриот», то ли в Кубинке, ну вот они там рядом. Также нельзя не упомянуть второй очень важный танк времен Первой мировой войны – это французский танк FT-17. Отличился этот танк тем, что это был, в общем-то, первый в мире танк с классической компоновкой. Иначе говоря, у него была нормальная вращающаяся башня, у него было сзади, сзади находилось моторно-трансмиссионное отделение, а водитель сидел спереди. Казалось бы, нам, наверное, многим это может показаться очевидным, но тогда это очевидным не казалось. В машине было всего два члена экипажа, и обратите внимание, ну вот этот крюк сзади, он необходим для того, чтобы этот крошечный танчик не заваливался в траншеи, когда их переезжает. Потому что он был очень короткий, он мог просто заехать и упасть туда. И все. Машина, на самом деле, оказалась по-настоящему культовой, она, в общем-то, практически все танковые страны, страны, которые строят танки, начинали, собственно, собственные школы именно с этого танка. Достаточно вспомнить, да тут же далеко не надо ходить, Советский Союз, который первый реальный танк, разработанный в нем Т-18, он же МС-1, который, в общем-то, представляет собой такую забавную переделку именно этого танка. В какое-то, ну, скажем так, советское видение этого танка. Тем не менее, мы не будем долго задерживаться на этом. После Первой мировой войны наступил так называемый межвоенный период, который ознаменовался тем, что в это время, в общем-то, несмотря на то, что только что отгремела очень кровопролитная война, технологическая и сложная, и так далее, и так далее, несмотря на это, люди так и не поняли, как на самом деле надо делать танки. То есть, вроде как ФТ-17, казалось бы, вот, вы нашли, как надо делать боевые машины. Ну, нет, народ кто куда, не понимал, как это надо делать, у всех было свое представление о прекрасном, скажем так. И поэтому, по большей части, межвоенные танки представляют собой вот такие машины. Это либо танкетки, как справа, справа это польская танкетка ТКС, по-моему, так она называется. Ну, а слева Виккерс 6-тонный, британский танк, который, например, в Советском Союзе получил обозначение Т-26. Ну, и вообще много в каких странах успел повоевать, ну, в смысле, в постоять на вооружении. В Польше, и в Финляндии, и в Советском Союзе, короче, где только не успел. Вторым, ну, то есть, это было общее, в основном были именно такого рода танки. Отличились французы, конечно, но о них чуть-чуть позже. Второе повеяние, которое было невероятно популярным в межвоенный период, это многобашенные танки. Многобашенность. Военные слабо понимали, как будет выглядеть война будущего. По старой доброй традиции, какие-то военные готовились к войне, которую они выиграли, как французы. То есть, это была Первая мировая война, оборонительная война, да, с оборонительными сооружениями. Но, собственно, французы, как известно, построили линию Мажино. Но, ну, кто-то видел войну так, что вот будет нечто подобное, но побыстрее, и нужно будет максимум огневой мощи предоставить. И поэтому практически во всех странах в той или иной степени шла разработка многобашенных танков. И, вот, например, Нью-Бау Форцойт, что с немецкого переводится как танк новой постройки, если я не ошибаюсь. Ну, или машина новой постройки, вот могу ошибаться. Знатоки немецкого наверняка негодуют. Соответственно, британский танк Индепендмент с пятью башнями. Его советское, так сказать, представление Т-35, совершенно огромный, несуразный танк. Он просто, чтобы вы понимали, вот он от этой стены вот до вот этой, до белой. Вот, вот, вот такого размера, реально. То есть он просто несуразных, огромных размеров. Он сохранился, экспонируется в Парке Патриотове, в Кубинке, ну, вот там вот. И он даже на ходу, кстати сказать. И сверху от него тоже советский танк Т-28. На самом деле штука в том, что многобашенные танки представлялись в мечтах военных совершенно ультраоружием. Такими сухопутными линкорами, поливающими свинцом направо-налево, там, уничтожающими толпы людей за секунды. Но на самом деле суть в том, что из-за того, что они были многобашенными, когда вы ставите, нельзя просто так взять и поставить еще одну башню. Чтобы это сделать, нужно танк либо поставить как бы башню пирамидкой, башню на башне, но это что-то из области фантастики, потому что под каждой башней должна быть башенная корзина. Вы представляете, башня в башне, в общем, экзибит и все дела. Второй вариант, это поставить башню где-то вне основной башни, как на Нью-Бауф-Арцойке, ну, как на всех этих танках, строго говоря. Но тогда танк придется удлинить. А когда вы удлиняете танк, его масса растет просто экспоненциально. Причем масса не брони, как бы не полезная масса, не та масса, которую там можно в виде брони навесить, а просто конструкционная масса, в результате получается потрясающее сочетание. Медленные, абсолютно не бронированные и очень большие танки. Соответственно, все те немногочисленные конфликты, в которых они успели повоевать, в частности, начало Великой Отечественной войны, показало, что эта концепция просто бесполезна, вообще мертва и никак не может работать. Немножко про матчасть, потому что это будет полезно для понимания некоторых моментов в будущем, про броню. Не вдаваясь в особые подробности, броня всех танков может быть разделена на два типа. На броню литую и на броню катаную гомогенную. Ну, думаю, тут, в принципе, понятно, что где какая здесь литая броня, здесь катаная гомогенная. В чем суть? Сталь представляет собой, ну, если мы ее под микроскопом рассмотрим, скажем так, она, когда ее заливают в чан, допустим, она замерзает, ну, застывает, не замерзает, застывает там неравномерно, а такого своего рода зернами, вокруг которых потом начинает нарастать, ну, как бы по кругу, понимаете? Поэтому в разрезе она выглядит как, ну, пенопласт. Вот, если вы понимаете, куча таких шариков. Ну, очень образно. Это я очень утрирую физики, конечно, сейчас, и там химики, сопроматчики просто негодуют невероятно, я подозреваю. Но, тем не менее, приблизительно такая суть. Если мы возьмем эту сталь и прокатаем ее между двумя валиками, эти самые шарики пенопласта сплющатся, и зона контакта между ними будет больше. И тогда эта сталь будет прочнее. Так делают катанные листы. Видите, вот это Як-Панцер-4, он полностью сделан из катанных листов. Видите, это прям просто листы, как будто их нарезали только очень большими ножницами. Второй вариант – это литье. Литье открывает множество огромных достоинств. Во-первых, литье сильно проще. Сильно. Тебе не нужно ничего делать, не нужно строить огромные прокатывающие машины, это огромный гемор. Просто ты делаешь форму и заливаешь ее сталью. Очень удобно. Такая броня в целом процентов на 10 менее прочная, чем аналогичной толщины броня катанная. Но, тем не менее, она позволяет делать уникальные вещи. Невозможно сделать из катанных листов такие сложные формы, как на этом Гочкесе. Но это просто невозможно. Такие сложные литые формы позволили французам сделать настоящие крепкие орешки из своих танков межвоенного периода, даже несмотря на то, что они все были практически бесславно потеряны, тем не менее, даже немцы, ну, они заслужили уважение даже немцев. Это действительно были очень прочные машины, потому что французы были пионеры в литье. Французы лили целые танки, реально. То есть, посмотрите, он прям выглядит, как одна единая заготовка. На самом деле, конечно, их там несколько, но вот башня – это единая отливка. То есть, там башня, реально там дырка под лючок, дырка под смотровой прибор, под это, под орудие. И там еще сзади дверка, по-моему, такая есть, я могу ошибаться. Ну, как-то так. Это по поводу брони. Последними же многобашенными танками стали советские танки Т-100 и СМК. Называется «Найдите 10 отличий». Реально, машины очень похожие. И существует байка. Я не знаю, насколько она достоверна, но она много мне где попадалась. О том, что вот была идея создать как бы… На каком-то этапе все поняли, что, в общем, отсутствие брони у многобашенных танков – это не есть гуд. И надо попробовать сделать так, чтобы это были реально тяжелые танки прорыва, а не просто пустые слова на бумаге. И вот эти танки были такой попыткой. Эти машины были реально тяжелыми для своего времени. Весили, по-моему, под 60 тонн. Ну, реально очень много. То есть для сравнения, там танки весили до 20 тонн в среднем. Все там типа Т-26, Викерс 6-тонный и так далее. То есть это был реально очень тяжелый танк для своего времени. И существует байка о том, что, дескать, сзади еще, возможно, сзади еще от основной башни с главным калибром должна была размещаться еще одна такая. И, дескать, Сталин такой поднял эту башню и спросил, сколько она весит. Ему ответили, и он сказал, давайте мы ее уберем и нальем из этого брони. В общем-то, не знаю, насколько это правда, но звучит, во всяком случае, довольно мудро. Тем не менее, несмотря на то, что эти машины обладали весьма внушительным бронированием для своего времени, это 40-й год, финская война, вся противотанковая артиллерия представляет собой коротенькие 37-мм пушечки и противотанковые ружья. Вся, вообще вся противотанковая артиллерия такая. Ну, это можно понять, потому что у всех танков броня 30 мм, дай боже. Она прошибается любой пушкой просто с любых дистанций. И война в Испании, кстати, это очень сильно показала всем, что такие машины, как Т-26, не выживают на том поле боя. Тем не менее, эти машины обладали реально противоснарядным бронированием. Лобовая броня у них была миллиметров 70 или что-то в этом роде. Это очень приличные цифры для того времени. И заметьте, что нет ни одного вертикального листа в лобовой броне. Она вся наклонная. Но несмотря на то, что вот на бумаге они выглядят как что-то неплохое, на самом деле это не так. Машины оказались реально провальными. Одна подорвалась на фугасе, вторая попыталась ее оттащить и, по-моему, тоже огребла. Но что там в таком ключе? В общем, их боевая история совершенно бесславна, скажем так. Но разработчики танка СНК, по-моему, были собрать, в инициативном практически порядке решили попробовать совместить это, но в одной башне. И у них получился танк КВ-1. Они убрали одну из башен с 45-мм орудием, посчитав, и вполне закономерно посчитав, что 76-мм пушки будет вполне достаточно. Ну, кстати, справедливости ради заметить, что самый первый образец КВ обладал аж сразу двумя орудиями в одной башне. Реально, это довольно необычно выглядит, и я слабо представляю, как это, в принципе, может работать. Ну, тем не менее. Машина КВ-1 получилась невероятно удачной. Несмотря на то, что она была сделана, по сути, в экспериментальном порядке, насколько же провальными оказались Т-100, ну, и СМК, и насколько успешным, вот настолько успешным оказался КВ-1. Машина оказалась, во времена, когда вся противотанковая артиллерия представляла собой 37-мм пушки, эта машина, ну, реально была тупо непробиваемой. То есть она ездила там в финской войне, и в случае, когда она там по 70 попаданий выдерживала, и совершенно спокойно возвращалась обратно. И при этом ее орудие, 76-мм, было настолько универсальным, оно прошибало любой танк того времени. Кроме самого КВ, справедливости ради, надо заметить. Она не могла сама себя пробить, в общем-то. Ну, если могла, то, может быть, в борт, в определенных условиях. Ну, то есть, чтобы вы понимали уровень реально бронирования этого танка. Его даже задняя броня была 75, по-моему, миллиметров. Это очень много. Это там, ну, типа, почти в 2,5 раза больше, чем лобовая броня, там, панзеров третьих первых. И мы говорим про заднюю броню. А сейчас мы подойдем к такому интересному и непростому, на самом деле, вопросу, но, как казалось бы, такому очевидному, но такому непростому. Кто же создал Т-34? Многие скажут, ну, как же, это был Кошкин. А я скажу, что мне не верится, что человек с тремя классами церковно-приходского образования может сделать такой танк. Ну, как-то не вяжется это. Что-то здесь не чисто. И чтобы понять всю историю, я не дам прямого ответа, кто сделал этот танк. Я вам просто расскажу историю, как это было, и выводы, в принципе, вы можете делать сами. Начинается эта история за океаном. Был такой товарищ Джон Уолтер Кристи, собственно, он стоит в башне, который задумал интересную концепцию колесно-гусеничных танков. Суть в том, что в то времена, а это дело происходит в начале 30-х годов, ну, плюс-минус там, за, как бы, металлургическая промышленность не дошла до такого уровня, чтобы делать по-настоящему точные и нужные сплавы для гусениц. И запас хода гусениц в среднем, ну, не достигал даже 3000 километров. А гусеницы поменять вам, это не шину поменять, это реальная проблема. И проблема при транспортировке танков. И что он задумал? У танка снимаются гусеницы, и он едет на колесах, в случае, если ему не надо воевать, если ему надо по шоссе переместиться или еще куда-то. Благодаря такому подходу, экономился ресурс гусениц, не повреждалось дорожное покрытие, экономилось топливо, а главное, танки натуральные летали со скоростью под 100 километров в час. По шоссе. И 70 на гусеницах. Да не всякая машина так могла тогда. Тем не менее, в Америке подумали так, ну, мы вообще-то на континенте, нам как бы воевать сильно ни с кем не надо. Нам эти танки, как бы, ну, их... Не впечатлило, короче, американское начальство эти танки, зато очень заинтересовало советских специалистов, у которых как раз остро стоит проблема перемещений на большие пространства, ну, знаете ли. И поэтому лицензия на танк Кристи была перекуплена в Советском Союзе, куплена, и он получил в Советском Союзе название танк БТ-2. БТ-2, вот он. Потом был БТ-5, более прокаченная версия, и БТ-7. Принципиально они не сильно друг от друга отличались. Достаточно лишь сказать, что БТ-2 был практически полностью копией вот реально танка Кристи, но это, в принципе, даже заметно, там башня, и вот здесь еще стоит советское орудие, а там еще ставились и другие варианты. Короче говоря, БТ-2 такой был полу-кустарный, на самом деле, переделкой танк Кристи, а БТ-5 уже напоминал нормальный танк. Но дело в том, что недостаточно просто взять и продать лицензию на танк, потому что, на самом деле, лицензия — это не просто комплект чертежей. Это зачастую, я, честно сказать, не знаю, как это было с танком БТ и Кристи, и всем прочим, но я могу сказать, что зачастую продажа лицензии — это продажа, собственно, всех документов, ну, как бы, да, юридический вопрос. Потом это чертежи, конечно, всех деталей, станки и даже специалисты, которые приезжают и помогают налаживать производство. Но, мало того, этого все равно недостаточно. Тем более, что что-то мне подсказывает, что такого не было в то время. Просто не знаю. Нужно, чтобы еще в самой стране была команда инженеров, которая сопровождала бы производство этого самого танка. Потому что нужно перевести там из эмпирической системы исчисления, да, там футы, дюймы, в метрическую систему исчисления. Нужно адаптировать танк под реалии производства в этой стране. Ну, я не говорю, что в этой стране, в смысле, в любой стране, о которой идет речь. И таким человеком для танков БТ-2 стал Афанасий Осипович Фирсов. Человек, который имел высшее образование. До Первой мировой войны работал в Швейцарии в компании «Зульцер», которая занималась и занимается до сих пор производством дизелей. Потом, после Первой мировой войны, человек приезжает обратно в Россию. Потом две революции. И выясняется, что человек с высшим техническим образованием и бесценным опытом работы в швейцарской ферме не может быть в стране никем, кроме как шпионом. И поэтому он отправляется на каникулы в Сибирь. На довольно продолжительное время. Но на каком-то этапе до людей доходит, что все-таки инженеры нужны, оказывается. И его обратно забирают из лагерей для как раз работы над танком БТ-2. Его подготовки к производству. Допустим, так. Он работает, собственно, на Харьковском заводе. Этим и занимается. Под его руководством выходят БТ-2, БТ-5, БТ-7. Он также закладывает в Советском Союзе школу дизелестроения, если так можно сказать. Но, так как танки БТ-2 не обладали бронированием, зато обладали 500-сильным двигателем, на них очень любили гонять танкисты. Чего очень не любили сами эти танки. Потому что, напоминаю, что середина 30-х на дворе и коробки передач у нас еще не такие совершенные, как и двигатели, как и вообще все. Поэтому на каком-то этапе, а просто БТ реально он гонял со скоростью 70 км в час, мог с трамплинов прыгать, что он только не вытворял. Там были, есть, несложно найти в Ютубе ролики, что он там вытворяет, он реально там прыгает типа метр на 4. Но что-то мне подсказывает, что это не сильно положительно сказывается на работоспособности агрегатов внутри машины. И на каком-то этапе начинают поступать жалобы на этого человека, точнее не на человека, а на коробку передач. Дескать, она систематически ломается. Ну, виновным оказывается Фирсов. И его в 37-м году арестовывают и расстреливают. Просто никто не сказал людям, по всей видимости, что если машина может ездить 70 км в час, по всей видимости, на ней не стоит постоянно так делать, потому что это танк. Вторая личность, куда более известна, Михаил Кошкин. Прибывает на завод практически сразу после ареста Фирсова. Фирсова арестовали и только через некоторое время Фирсова застреляли. Он прибывает на завод, Кошкин, и по сути, чем он занимается? Он берет на себя все работы, которые занимался завод. Это сопровождение производства БТ-7, продолжение работ по дизелю и так далее. Там много чего. Там реально задач 5-6. Там всевозможные химические танки, химические огнеметные, по сути, это одно и то же. Они так называются, просто огнеметные танки называются в СССР химическими. Ну, много чего. В общем, плюс еще армия давала заказ на производство нового танка БТ-9. Короче говоря, человек был весь в делах. Через некоторое время на завод прибывает еще одна личность. Цыганов Николай Федорович. И если Фирсов имел высшее образование, Кошкин тоже имел высшее образование, он закончил, по-моему, Ленинградский политех просто поздно. Потом уже. То Цыганов не имел образования вообще. И даже если вы зайдете на его страницу в Википедии, там будет написано, Цыганов Николай Федорович в скобках изобретатель. Не инженер, не конструктор, изобретатель. Этому человеку приписывают изобретение наклодной брони. Ни много, ни мало. Этот человек, прибыв на завод, по всей видимости, он попал туда по каким-то связям, потому что он прибыл на завод не просто так. На каком-то этапе, по всей видимости, Сталина и Ворошилов обсуждали. Это мутная история. Там очень, как бы, мало понятного. Я очень боюсь соврать, потому что там мало известно в целом. Там есть расхождение и в документах, и в статьях. Короче говоря, на каком-то этапе Сталина и Ворошилов говорили, и такие, было бы неплохо сделать танк БТ-2 с полным приводом на все колеса. Но логика подсказывает, что полный привод на все колеса, на колесно-гусеничном танке, не сильно нужен. Потому что если нужно ездить по грязи, у вас есть гусеница. А колеса нужны только для того, чтобы перемещаться по шоссе. А для этого полный привод совершенно ни к чему. Более того, это так усложняет танк, насколько это, в принципе, вообще возможно. Тем не менее, Ворошилов взял под козырек, сказал об этом командующему, по-моему, украинским военным округом, ну, что-то такое. Ну, то есть, к какому-то высокому чину, человеку по имени Иоанн Якир. И с этим человеком общался Цыганов. Иоанн Якир тоже взял под козырек. И вот, собственно, Цыганов такой, я готов помочь с этим вопросом, с этими полноприводными танками. И, собственно, он прибывает на завод. Как бы, когда он рассказывает свою концепцию о том, что, вау, это классная идея сделать полный привод на танке БТ на заводе, который и так зашивается настолько, насколько это возможно. На секундочку, на дворе 37-й год, систематические аресты, расстрелы, доносы, то есть завод, в принципе, обескоравливается просто от того, что на дворе 37-й год. Да, там, в Героях, неделя чумы, минус 50% всего населения. Ну, типа того. Завод и так не сладко, он лишается главного инженера Фирсова там. И тут приезжает, и у него так много забот, приезжает, значит, Цыганов и такой, говорит, что надо бы делать эти танки, и опытные инженеры прокрутили у виска, сказали, ну ты вообще в адеквате, нет? Типа, зачем это делать? Он сказал, что ах так, и начал писать систематические доносы на весь коллектив завода. Но, к счастью, и, в общем-то, он очень сильно затормозил, просто я рассказывал о нем, потому что он реально очень сильно затормозил работу завода вот этими малополезными танками. Может быть, если кто-то из вас неплохо знает танкостроение, наверняка вы знаете про такой танк БТ-СВ. Знает кто-нибудь? Да. Ну вот, пара человек знает. БТ-СВ это как раз тоже его творение. Причем СВ расшифровывается как Сталин Ворошилов. А танки, которые полноприводные версии БТ-2 и БТ-5, назывались БТ-2 ИС и БТ-5 ИС, где ИС, как ни трудно догадаться, это Иосиф Сталин. В общем, лизоблюдство у человека было в крови. Тем не менее, в 37-м году его арестовывают. И в 45-м году он погибает в Германии. За что арестовывают? Ну, потому что 37-й год на дворе, неважно. Ты недостаточно хорошо там смотрел меня, все, на каникулы в Сибири. И тут, когда арестовывают, собственно, Цыганова, на арене, скажем так, этой истории, появляется новая личность, таинственная, Адольф Дик. Человек с высшим техническим образованием, на современный манер он студент, магистрант, аспирант. И получается дальше кандидат идет. То есть вот он кандидат технологических наук Ленинградского политеха. Человек без практического опыта, но с очень богатым теоретическим опытом. Собственно, он прибывает на завод. На этот его направляют туда. В помощь в работе над танком БТ-9, который Кошкин только что пытался представить комиссией, но из-за группы технических ошибок его отклонили, танк БТ-9. Потому что, ну, как мы знаем, завод зашивался по целой куче вопросов, плюс еще был Цыганов со своими полноприводными танками и полный трэш. Естественно, как бы то, что просила армия, танк БТ-9, не был принят в пользование, не был принят на вооружение, даже не был принят комиссией. Собственно, он прибывает на завод и начинает, собственно, практически сразу учить там всех жизни, чем достаточно сильно подбешивает местных уже бывалых инженеров. Но тут человек оправданно совершенно это делал, потому что то отделение, в котором он работал, через некоторое время начало давать очень положительные результаты в работе над чертежами и проектами, что очень сильно подняло моральный дух заводчан. Это было замечено, в том числе Кошкиным. Который написал такое забавное письмо, полудонос, как бы что вот Дик такой мешает нам работать, но, справедливости радиозамещу, его команда типа достигает определенных успехов. Приблизительно такого содержания было письмо. И после этого, ну нельзя у тебя ждать, что после этого, а просто дальше хронологически происходит, что Адольфу Дику выделяют еще 50 человек из того политеха, лучших людей из команды Котина, о, Кошкина, прошу прощения, и, кстати, лучших людей из команды Морозова, который тоже там работал. Здесь есть люди, которые знают, кто такой Морозов? Ну вот, пара людей. Морозов, такая маленькая звезда в нашем танковом мире, это человек, который, в общем-то, положил начало танку Т-64, и с которого впоследствии выросли все современные наши танки, которые стоят у нас на вооружении до сих пор. Неважно. Суть в том, что буквально за несколько месяцев работы над танком БТ-20, но, естественно, людей выделяют не просто так, вместе с людьми выделяют задачу разработать танк БТ-20, который будет размещать в себе все накопленные знания в танкостроении, в том числе, кстати сказать, и полный привод Сыганова совершенно необходим, как мы уже с нами знаем. Тем не менее, вот таких успехов достигает команда Дика, то есть за какой-то промежуток его работы они создают А-20 из танка БТ-7. Разница как бы верна невооруженным взглядом. Танк А-20 уже мало того, что похож на танк, он еще и на Т-34 уже похож. Дальше он, Адольф Дик, оформляет А-20 как свою кандидатскую работу, после чего его арестовывают и отправляют на 7 лет в лагеря. За что, почему, неизвестно. Мы даже фотографию, я, в общем-то, умею пользоваться Гуглом, но фотографию этого человека найти у меня не получилось. Ни с первого, ни со второго, ни с третьего раза. Даже в Яндекс не поленился залезть. Но потом, после этого, его участь была не так ужасна, как участь, скажем, Фирсова. Он сидел 7 лет, после чего его отправили в ссылку в город Биск, где он, между прочим, работал на трубозаводе паровых котлов, где изобрел трубогибочный станок, который позволил делать годовую норму за 2 месяца. Иначе говоря, человек был настоящим талантом. А теперь мы даже его фотографию в интернете не можем найти. И впоследствии, не вдаваясь в особые подробности, танк А-20 впоследствии отказались и от гусеничного хода, отказались от полного привода, и подумали, а почему бы нам не удвоить на нем броню. Сначала получился танк А-20Г, чисто гусеничный, так скажем. Ну, Г гусеничный. Он получил название впоследствии А-32, которое наверняка многие знают, и который впоследствии был догружен броней, и получился А-34, будущий Т-34. Собственно, вот БТ-7, А-20, А-32, по-моему, или А-34, и уже линейный танк, линейная 34-ка. На этом пока что все с Т-34, к ней мы вернемся чуть-чуть позже. Тут делают перерыв, нет? Нет? Хорошо. Тогда мы переходим к немцам. И рассказывая про немецкий танкопром, конечно, можно рассказывать десятки лекций, потому что ребята специфические, любят вещества, по всей видимости, делали странные и очень интересные танки, про которые просто про отдельные машины можно реально лекцией рассказывать. Но мы не будем этого делать, к сожалению, потому что у нас регламент. Достаточно, но я не могу не сказать, говоря о немецком танкостроении, о таком человеке, как Хайнс Гудриан. Вот он. Тактик, стратег, полководец. Этот человек заложил основу танкового боя, идею моторизированных частей, когда за танками следует пехота на бронетранспортерах, на подвижных же установках, полугусеничных бронетранспортерах, за ним следуют и бензовозы, и подвозчики боеприпасов, и что вся армия действует вместе, за счет того, что у всех есть радиостанции. То есть танки встретились с противотанковой артиллерией, они позвонили, нанесли авиаудар и так далее. Его тактика завоевала всю Европу. Он во многом автор Блицкрига, как в привычном понимании того, что мы знаем. Но гораздо больше его заслуга именно отражается в танкопроме, потому что этот человек заложил основные полосы танкостроения немецкого, которые сохранялись на протяжении всей войны. И во многом сохраняются до сих пор во всех современных танках, как и сохранилась концепция в какой-то мере ведения боя. Про мотопехоту никто не забыл, иначе говоря. При нем в межвоенный период были построены танки Panzer I и Panzer II, о которых я не буду рассказывать. Это маленькие, не слишком заслуживающие внимания в данной лекции танки. Но классическими танками гудериановской школы стали танки Panzer III и Panzer IV. Что же за положения, о которых я говорил? Первое положение, ну это такое эмпирическое рассуждение, состояло в том, что танк, точнее экипаж гораздо важнее танка. Любой танк, даже если это крутой немецкий блестящий танк, только что с завода, горячий еще, не стоит жизни опытных кадров. И из этого следуют следующее правило, что у каждого члена экипажа есть свой люк. Тут не видно, потому что разрез, но вот эти два классических танка, в которых аж пять членов экипажа, и у каждого есть свой люк, на тот случай, что если танк подбит, быстро из него смотаться. Это сыграло с Германией определенную положительную тенденцию, потому что в Германии были такие известные, опытные танковые асы не случайно. Просто реально люди берегли технику сильно меньше в какой-то степени. Второй момент, то, что каждый член экипажа занимается своим делом. Это, казалось бы, совершенно очевидная вещь, была абсолютно неочевидна для большинства танкостроителей того времени. Например, в легендарной 34-ке командиром был и наводчик. Наводчик был командиром, в башне было два человека. А командир занимается тем, что он ведет наблюдение за полем боя, и больше ничего. И за счет того, что у него есть командирская башенка с кругловыми смотровыми приборами, которые смотрят во все стороны, замечу, что немцы даже трофейную технику, когда использовали, они на нее наваривали командирские башенки. Немцы понимали ценность такой боевой единицы, как командир. В совершенно ином плане относительно других танкостроителей. Командир только наблюдает и командует. Радист-пулеметчик ведет радиосвязь, мехвод ведет, наводчик только наводит, а заряжающий только заряжает. Это приводит к тому, что экипаж экономит силы, экономит время и действует более эффективно. Реалии Восточного фронта. Итак, мы подошли во временных рамках к началу именно Великой Отечественной войны. Ну, мы вообще говоря не говорили про боевые действия, но пару слов стоит сказать. Факт в том, что если мы рассматриваем конкретно встречи танков, которые мы рассмотрели, то есть Панзер 3, 4, 1, 2, а также Т-34 и КВ, это повод для, конечно, интересного обсуждения. Танки Т-34 и КВ в начале войны были натурально неубиваемыми машинами убийства. Обладая круговой, мощнейшей броней, они, в общем-то, вообще плевать хотели на краткоствольные немецкие пушки того времени. И поэтому мы можем видеть такие фотографии, вот такие фотографии. Мне очень понравилась шутка, что танк КВ настолько суров, что отращивает из себя стволы. Ну, то есть машины были реально супер крепкими. Настолько крепкими, что они реально могли там вынести вдвое, втрое больше врагов. Но все эти истории, как правило, заканчиваются трагедией, потому что за первые две недели войны было потеряно 90% танкового парка Т-34. За первые две недели войны. Но сколько известных и культовых, и даже, ну, в таких, ставшими, скажем так, настоящими легендами людей, там, типа Колобанова и так далее, которые на этих танках совершали совершенно невероятные подвиги. Вот это как раз известная фотография где-то на Украине, когда этот танк катался по деревушке или, там, по маленькому городку, и до тех пор, пока у него не было, не кончилось топливо и боеприпасы, уничтожал фашистов, после чего его просто подожгли, когда он остановился. И, ну, просто люди заперлись в нем и не собираются никуда уходить, но его просто подожгли. Это показало во многом, что тактика немцев весьма успешна. Когда, ну, то есть, в конечном итоге-то немцы уничтожали эти танки, ну, в конечном, с потерями, но уничтожали же. И, ну, не потому что, вот еще одна известная фотография, посмотрите, сколько попаданий, вот у него уже даже ходовой части не осталось, то есть, сколько же в него реально влетело снарядов, прежде чем он перестал сопротивляться. И прежде чем мы, я расскажу о том, чем же немцы ответят, да, тиграм, конечно, и вообще там усилением танков. Прежде чем я расскажу об этом, я считаю, что нужно сказать определенную матчность про снаряды, потому что я нахожу ее определенный интересный и она будет важна в контексте дальнейшего повествования. Самый про... Быстро, очень быстро. Самые простые снаряды это бронебойные снаряды, очевидно. Просто металлические болванки, которые, по сути, большие пули, которые запускают из танковых пушек. Впоследствии додумались выточить в них камору для того, чтобы запрессовать туда немного взрывчатки и добавили туда инерционный взрыватель вот здесь для того, чтобы он взрывался уже внутри танка для наиболее разрушительного. То есть он пробивает танк и взрывается в нем. Абсолютно разрушительный, самый разрушительный вид снарядов без тени сомнения. Впоследствии было решено, выяснилось, что остроголовые снаряды, видите, вот такая штриховка вот такого направления. Остроголовые снаряды хороши только против брони ненаклоненной. Когда начала широко использоваться наклоненная броня, например, как у Т-34, выяснилось, что эти снаряды гораздо более склонны к рикошетированию. Ну, очевидно, они под очень косым углом попадают. И поэтому был следующий шаг из изобретения тупоголовых снарядов. Это такая сминаемая часть, которая занимается тем, что когда снаряд влетает в броню, она его как бы немного нормализует, направляет в сторону брони, после чего она ее пробивает. Но, опять же, очевидно, что тупоголовый наконечник будет ухудшать аэродинамику, поэтому у него есть вот такой вот колпачок. Это баллистический колпачок называется. Это стандартный немецкий снаряд «Пантеры». И такие снаряды были стандартом для всех немецких пушек. По образу и подобию этих снарядов впоследствии будут создаваться советские снаряды послевоенные уже. Ну, справедливости разе скажу, что и американцы тоже попереняли опыт во многом у немцев. Следующий тип боеприпасов это кумулятивный боеприпас. Очень быстро. Он работает по совершенно другому принципу. Представьте себе, что у нас есть взрывчатое вещество ВВ. Вот оно. Допустим, килограмм. Ну, это много. 500 грамм. Если мы поставим эти брикеты с 500 грамм взрывчатки на танк Т-34 даже тот же и взорвем, для него это будет не страшнее хлопушки, потому что, когда он взрывается, энергия взрыва расходится во все стороны. Приблизительно равномерно. Но, если мы сделаем такую воронку, то при взрыве ударные волны будут идти, вот, собственно, как вот эти стрелки и образуют некую точку фокуса. И давление в этой точке фокуса реально несколько тонн на квадратный сантиметр. При таких чудовищных давлениях сталь просто превращается в жидкость по своим свойствам. А потому есть поверье, что они якобы прожигают броню. То есть, там остаются такие как будто жидкие следы, оплавленные, как от сварки. Но это отнюдь не потому, что она прожгла, температура там не очень большая, там градусов тысячи, две тысячи. И этого все равно недостаточно, чтобы прожечь толстенный лист стали за долю секунды. Она выдавливает, вымывает, если угодно. И также часто используется медная воронка на конусе, которая, медь будучи мягким металлом, при взрыве сплющивается, получает огромное давление, приобретает свойство сверхпластичности, превращается в такой rocket science, который просто, это очень сложное физическое понятие, достаточно сказать, что он одновременно жидкий, очень твердый, очень высокоэнергетичный и так далее. В общем, весьма разрушительная штука, похожая на плазму в некотором роде. Также существуют подкалиберные снаряды. Это снаряды, когда в болванку запрессовывается сверхтвердый сердечник из какого-нибудь вольфрама. Такие снаряды дороже, очевидно, чем обычные бронебойные и кумулятивные, потому что вольфрам дефицитный металл, и в Германии с ним всегда был дефицит. Ну и в принципе, и в других странах тоже. Вольфрам непростая вещь. Такой бы снаряд более эффективно пробивает броню, чем обычный бронебойный снаряд, но обладает сильно меньшим заброневым воздействием. Ну и вершина развития, которую мы не будем рассматривать, а просто такой экскурс в будущее, что сейчас современные танки стреляют только кумулятивными снарядами и так называемыми бобсами, теми же самыми подкалиберными снарядами, но только катушка которых отлетает от них еще в воздухе, как на фотографии, и дальше летит только вот эта урановая стрела. Ну, урановая, вольфрамовая, в зависимости от того, о каких бы предпосылах говорим. Ну вот, Т-72, которые изрешетили кумулятивными снарядами. Видите, маленькие аккуратные точечки от каждого попадания. И, собственно, чем же ответил Рейх на 34-ке, на КВ-шке? Он ответил уже испробованной тактикой, которую они испытали еще во Франции, на вот этих медленных, но толстокожих французских смешных танчиках, когда выяснили, что 37-мм пушки, в общем-то, ничего не могут предъявить этим танкам, закономерно посчитали, что нужно с ними что-то сделать, и заказали бронебойные снаряды для зенитной пушки Флаг-36. Зенитная пушка Флаг-36, я не случайно упоминаю ее во всей в этой лекции, потому что это без тени сомнения, если не самое легендарное орудие Второй мировой войны, то одно из таких орудий. Эта пушка была супер-универсальна, она была великолепной зениткой, великолепной противопехотной машиной убийства и великолепной противотанковым орудием. По сути, до конца войны так и не появится реально массовых танков, если не считать ИС-2, которые не боялись бы огня этой пушки. Пробиваемость варьировалась в зависимости от боеприпасов и модификации, но составляла в районе 140 мм на дистанцию в метров 500. То есть, мы помним, что лобовая броня Т-34-ки 45 мм и даже под наклоном там получается 90 мм против 140 мм пробития. Известны случаи, когда эти орудия подбивали танки типа Шерманов и Т-34-к, то есть обычных линейных средних танков с дистанцией более 2 км. Орудие очень серьезное и оно, в общем-то, плевать хотело даже на броню КВ. Взгляните, это два попадания очень хорошо заметных, как в масло вошло. А здесь, между прочим, 90 мм, да еще и под наклоном. Соответственно, немцы сообразили, а почему бы не поставить это орудие в танк? Оно же так замечательно, в общем-то, со всеми борется. Ну, в общем, довольно логичное размышление. Их трудно, сложно их не понять. И дальше начинается история создания Тигра. История создания Тигра широко всем известна. Скажем так, байка про создание Тигра широко всем известна. Дескать, вот была команда Хеншеля, была, точнее, компания Хеншель, компания Порше, между ними был конкурс, башню сделала Круп, ну, орудие уже было готовым, его не надо было разрабатывать, я вам только что про него рассказал. Иначе говоря, нужно было сделать только корпус, шасси. И, дескать, Фердинанд Порше, будучи знакомым с известным австрийским художником Адольфом Гитлером, был уверен в своей победе, поэтому сделал 90 шасси, а его не приняли, и эти шасси переделали в Фердинанд. История известная, ну, в общем, поднимите руки, кто слышал эту историю хотя бы раз. Очень, очень многие люди. Это полная чушь. Это не имеет ничего общего с реальностью. Дескать, по этому мифу машина Порше не была принята на вооружение, потому что у нее была электромеханическая трансмиссия. Это когда двигатель вращает генератор, а генератор вращает электромоторы, которые, в свою очередь, уже вращают ведущие колеса. Такой себе гибрид из будущего, только танковый. Ну, типа Prius в какой-то степени. Ну, в общем, это не так, потому что, ну, обо всем по порядку. Начнем с Хеншеля. У Хеншеля все было довольно просто. Еще до войны бытует широко распространенный миф о том, что, дескать, немцы прямо-таки начали работу над тяжелыми танками и средними танками, ну, якобы с намеком на то, что появились тигры и пантеры, после того, как встретились с 34-ками. Это лишь отчасти правда. Скажем так, они форсировали работы, но эти работы еще шли до войны, причем сильно до войны. На фотографии мы сначала рассмотрим эту историю со стороны Хеншеля. На фотографии шасси танка ВК-3001H, где 31-е обозначают Муасу, и, дескать, это был тяжелый танк, должен был быть тяжелый танк. На самом деле, никто не собирался принимать этот танк на вооружение, это была скорее такая, знаете, инициативная работа завода, дескать, что мы можем. Отрабатывание многих технических решений и так далее, посмотрите на необычную подвеску, она вообще уникальна, такого больше ни на одном танке, во всю историю я не припомню, честно, ну так на вскидку точно. То есть, это шахматный порядок известный, но при этом он такой, маленький. В общем, была построена парочка этих шасси, которые за ненужностью впоследствии, ну просто, на них все испытали, что хотели, отдали под создание вот этих машин. Штурер-Эмиль, многие знают. Огромная 128-миллиметровая пушка, созданная для уничтожения французских дотов на линии Можино. Но, когда выяснилось, что линии Можино как бы никто не собирается и не будет прорывать, орудия остались не у дел и решили их поставить на самоходное шасси, но танк Панзер-4 не мог поднять такую пушку и вот шасси перспективного тяжелого танка оказалось как нельзя кстати. Их было два и орудий тоже было два. Очень удобно. В общем, причем, одна из этих самоходок сохранилась, экспонируется и это впечатляющая машина, сильно советую всем посмотреть. Причем, она, эти машины достигли весьма выдающихся успехов под Сталинградом и в Крыму. На стволе из одной из машин по-моему зафиксировано ну 15-20 насечек точно. Ну то есть 15-20 уничтоженных танков. Это заслуживает уважения. Продолжение работ по тяжелым танкам уже получило название ВК-3601, то есть масса подросла на 6 тонн и лобовая броня уже выросла до 100 мм по-моему или до 80 как минимум. Могу ошибаться. Ну, просто УВК-30-01 броня лобовая была миллиметров 50 всего. То есть это уже был реально тяжелый танк противоснарядного бронирования. Но это тоже была такая скорее инициатива, потому что разрабатывалась она подконическое орудие. То есть оно имело основание более широкое, чем ствол. Снаряд, наверное, сминался. Ну то есть есть такие конструкции. Я просто точно не знаю работу, именно механизм работы коника, кониша. Орудие называется кониш. Но суть в том, что оно обладало очень высокой энергии и вольфрамовыми, как раз чисто вольфрамовыми снарядами должно было пробивать больше 100 миллиметров брони, что на начало 40-х годов казалось просто какой-то космической цифрой вообще не из этой вселенной. Но, естественно, никто не начал бы делать танк, который на постоянной основе стреляет вольфрамовыми снарядами, потому что это дороговато. Да и в принципе тяжелые танки Германии были не нужны во время войны в Европе. Им нужны были быстрые танки, без проблем с ходовой, без проблем с логистикой, без проблем с топливом. А тяжелые танки нужны тогда, когда ты запнулся в наступлении, тебе надо прорывать. А у Германии в принципе не сталкиваюсь с такими проблемами до нападения на Советский Союз. Ну, нужно отдать как бы это не потому, что там в Европе воевать не умели. Французы, в общем-то, те еще вояки и совершенно незаслуженно получают оскорбление в свой адрес, что не умеют воевать, хотя напинали немцам еще как в Первой мировой. Но не важно. Штука в том, что такие танки Германии были просто не нужны. И когда поступил в общем-то конкурс на Тигр, известно, что уже была башня, известен был погон, известен было орудие. Хеншеля участвовал в конкурсе, все, что они сделали, была проблема с тем, что на вот это шасси башня Тигр не помещалась, она была слишком большой по погону, просто погон. Ну, что они сделали? Правильно, они добавили надгусеничные полки. Вот как, и получился Тигр, просто посмотрите, насколько похожи эти танки, если откинуть башню. Абсолютно, это по сути один и тот же танк. Они просто добавили надгусеничных полок вот этих вот. Вот одна, видите, она как бы надгусеницей выступает. Вот одна и вот вторая. А раньше он был просто вот так, раз и два. Это сделало целую кучу плюсов, туда можно было распинать боеприпасы, то есть у него все, все по сути эти полки это стеллажи для огромных вот таких вот снарядов 88-миллиметровой пушки. Тут как раз на недавней фотографии вы можете посмотреть размер этого снаряда. То есть в танке ворочать вот такие вот снаряды не самое простое дело. Но в «Тигре» место позволяло. А что же «Порше»? Бытуть мнение о том, что танк «Порше» не был принят на вооружение. Но это не так. Не так это потому, что, во-первых, была вторая версия танка «Порше» с гидромеханической трансмиссией. Была с электромеханической, с гидромеханической. Про последнюю мало что известно. То есть реально история теряется. Тупо теряются документы по поводу этого танка. То есть была версия «Тигре» «Порше» с гидромеханической коробкой передач, гидротрансформатором, значит говоря, как альтернатива электромеханической. Но дело в том, что поэтому они были реально приняты на вооружение и было заказано 100 шасси. 50 под электромеханику и 50 под гидромеханику. Впоследствии поменяют. 90 под электромеханику и 10 под ГМТ. Но был сделан только один танк с ГМТ и почему его не приняли на вооружение и вообще историю этого танка просто теряется. Так что мы рассматривать его не будем. Мы будем рассматривать электромеханическую трансмиссию. Не вдаваясь в подробности, какие плюсы и минусы она дает, просто нужно понимать, что она была в танке «Порше» и «Порше» настаивал на этом. Не хотел ничего менять. Она дает много плюсов тяжелому танку. Когда у тебя нету реально коробки передач с прямыми шестеренками, тебе гораздо проще двигать танк просто силой электромагнитной индукции. Но просто движитель, понимаете, двигатель весит тонну, коробка весит еще 2 тонны. То есть плюс еще кардан... То есть сама конструкция была сильно тяжелее, это утяжеляло танк. И плюс это дефицитная медь, которая в принципе дороже, чем сталь. И в принципе много мороки, потому что это rocket science для 40-х годов. так сказать, справились ради замечений, я так и не припомню танки, которые... По-настоящему массовых танков с таким движителем. Но не в этом дело. Дело отнюдь не в коробке передач. Ведь было 90 фердинандов. И фердинанды ездили на этой самой электромеханике, и все у них было относительно в порядке. Ну так. И что же было у компании Porsche? Компания Porsche имела интересную нумерацию своих танков. она называла их типы, а также давала им свои названия Леопард. Но юные любители, если есть любители вообще картофельных игр, не должны путать Леопард ВК-1602 с Леопардом, о котором идет речь. Это была попытка, это своего рода инициативная работа компании Porsche по созданию такого, ну, основного танка на самом деле. Он мог стать интересной заменой танку Panzer IV, но она не состоялась. И она тоже имела обозначение ВК-30 01P, где P это Porsche, а 30 это масса. Машина обладала вот таким специфическим движителем. Два двигателя В10, которые назывались точно так же, как танк тип 100, вот, видите, две кнопки, вот, два двигателя, которые дают напряжение на генератор, генератору вращает два электромотора, то есть у этого танка была такая концепция. Впоследствии, когда получил, ну, был заказ уже на новый танк, на тяжелый танк, он получил обозначение сразу ВК-45 01. 45 это масса. И все равно, что танк, в конце концов, получился почти 60-тонным, по документам он все равно проходил, как 45-тонный танк, модель 1. Вот он, тип 101. И когда, в общем-то, компания Porsche начала разрабатывать шасси для этого танка, начала работать по этому конкурсу, возникла проблема. двигатели тип 100, которые стояли на Леопарде, о котором я только что рассказывал, выдавали 210 лошадиных сил каждый, в сумме 420, что немного для танка весом почти в 60 тонн, как получалось даже по самым таким нормальным расчетам. Поэтому было принято решение этот двигатель допилить, чтобы он выдал по большей мощности. Porsche настаивал на том, чтобы стояли именно его моторы. Кстати сказать, почему еще миф, что танки Porsche не были приняты на вооружение? Как минимум потому, что Porsche вообще у него не было мощностей для создания этого танка. Корпус собирала компания Alcat, по-моему, я могу ошибаться, но по-моему компания Alcat, то есть они собирали двигатель, оптика там приходила от C, орудие от Rain Metal, башня от Krupa и так далее. А Porsche их просто собирал. Но, как бы он заказывал эти детали, так что в какой-то степени. Если бы этот танк не приняли на вооружение, он бы не смог своими силами в 100 штук их сделать. И этот двигатель в В-10 решили увеличить его мощность и расточили его на 5 литров рабочего объема. Что привело к тому, что его мощность, он получил обозначение этот двигатель, боюсь соврать, тип 101 он получил обозначение этот двигатель и он выдавал уже ну что-то в районе там под 400 лошадиных сил должен был, 350, что-то такое, ну их же два. Так что не так плохо. Но, когда впервые запустили этот двигатель, на стенде он проработал 5 минут. На стенде, в тепличных условиях, просто вот так вот, как на фотографии стоит мотор, он проработал 5 минут, прежде чем умер. Когда эти двигатели, а на секундочку, Хеншель в это время уже собирает линейные танки для отправки на фронт. Пока у Порши двигатель 5 минут на стенде работает, который он еще не знает, как вставить в танк. Приехала комиссия разбираться, что за дела, разобрались, навели порядок, двигатель вроде как работает. Первые ходовые испытания вот этого танка, то есть вот так вот выглядел танк Тигр Порше, любителям игр может известен, по-знайм Пигр, ну, в общем, вот так вот он выглядит. И на ходовых испытаниях то ли шасси, то ли самого танка, вот боюсь соврать, но это не так важно, за 100 километров два этих двигателя тип 101 съели 130 литров машинного масла. Не бензина, а 130 литров машинного масла. 130 литров это бочка вот такая. То есть вы ее залили в танк, и она исчезла после 100 километров. Естественно, после этого двигатели тоже приказали долго жить, ну, закономерно, когда двигатель сжирает бочку, топливо, масло, что-то с ним, наверное, не так. В результате Порше снова взялся за переделку своих моторов. Получилось, он сделал двигатель, который назывался тип 101 дробь 2. Но он не влезал в танк. В результате выяснилось, что этот двигатель просто не влезал в танк. В это время Хеншель уже отправляет танки на фронт, свои, линейные. Он уже устраняет детские болезни, первые, которые всплывут на боевых столкновениях. Он уже занимается поддержкой, как сказали бы сейчас, саппортом, да, вот типа как, поддерживает свои устройства, так он поддерживал свои танки на линии фронта в какой-то степени. Постоянно их там улучшал. В это время наш товарищ Порше все еще разбирается с моторами. Тут у него не влезает. В результате принято решение поставить два двигателя от Panzer IV Maybach 120 TRM и вот вы можете смотреть, как вот тем, кто интересно, как выглядят крышки моторного отсека с двигателями V10 Поршевскими и двигателями, которые в конечном итоге были установлены на все эти танки. На Тигры, Фердинанды, ну, в смысле, Тигры Порше, Фердинанды и так далее. Итого. Ой, тут все. Эту штуку не подвинует, да? Короче говоря, Итого. Что же наделал Порше? В результате, конечно, когда, типа, это произошло, они сказали, ну, слушай, ну, там уже Хеншель уже все делает. Ну, давай-то расслабься немного. И все, все, хорошо. В результате Порше остался неудел. 90 шасси есть. Точнее, даже 100 шасси, как я говорил. Часть. И вот здесь расписано, на что они ушли. Один командирский Тигр, одно шасси под гидромеханику, которая неизвестно где. Одна опытная машина, просто так. Три бронированные, брэмки, на базе Тигра, Порше, реально существовавшие машины. Бронированные ремонтно-эволюционные машины. Исключительно редкая штуковина. 91 линейная самоходка, Сау Фердинанд. И было еще несколько шасси, насколько я знаю, зарезервировано под таранные танки. Дело в том, что Сталинград тогда был в самом разгаре, и Гитлеру взбрело в голову сделать из Тигра, снять с него башню, поставить на него огромный ковш. И что он как в Кармагеддоне ездил и всех уничтожал. Ну, в общем, как бы даже военные такие удивились. И, в общем, так эти машины не были построены, но, тем не менее, шасси под них зарезервировали. Возвращаемся обратно к советам. Проходит Курская битва. Я сделал небольшое отступление по поводу многих может возникнуть некий немой вопрос «А как же Пантера?» Ну, как бы довольно сложно рассказывать про Курск, про Тигр, не задевая эту тему. На самом деле, про Пантеру история не такая интересная, в плане того, что Пантеру гораздо интереснее обсуждать в плане того, какой боевой машиной она была. Потому что кто-то ставит ее на Олимп танкостроения, считает, что это был вершиной немецкой инженерной мысли, что это был лучший танк всех времен и народов, всех планет и вселенных. Кто-то говорит, что этот танк на самом деле был тяжелым, дорогим, громоздким, в общем-то, не самым нужным. И вообще, у него были чахлые фугасные снаряды, и он был сложным и капризным. Правда, где-то посередине на самом деле сложно сказать, как бы у всех своя правда в какой-то степени, поэтому про Пантеру опустим. Гораздо интереснее, вот я говорю, что обсуждать просто немного другое, но это не в теме лекции. Курская битва, как бы ее не воспевали наши каналы, там, не знаю, наши патриотические фильмы, что угодно, к великому сожалению нужно констатировать тот факт, что Курская битва была форменной мясорубкой для наших танковых войск. Представьте себе ситуацию, когда было какое-то время, пока немцы наступали, а потом мы перешли в контрнаступление, когда у немцев закончились силы. И в момент, когда мы переходим в контрнаступление, буквально ситуация, идеально пустое поле, немецкие танки, закопанные по башню, ну или хотя бы окопанные, как минимум, у них циисовская оптика, опытные экипажи, пристреленные, потому что танковые школы Германии это тема отдельной лекции, это такой фурор, факт. Нету никакого немцефильства в моих словах, просто это факт. Немецкие танковые школы, они впечатляют. Вот просто можете посмотреть, там реально настоящие башни тигров стояли на таких деревянных, ну не деревянных, типа металлических кубах, для того, чтобы реально из настоящей башни учиться стрелять по мишеням. Именно такую школу закончил Отто Кариус, который впоследствии станет одним из самых результативных танковых асов. И вот он недавно скончался в Германии, но вот прожил долгую жизнь. Довольно интересные его мемуары «Тигров в грязи». Многим советую. Тем не менее, представьте себе орудие, которое пробивает 34-ку на всех дистанциях и 34-ки, которые тупо заслоняют горизонт, потому что их там было втрое больше, чем тигров, условно. Потому что в то время их еще и в принципе было немного, тигров и пантер. Но поэтому от этого соотношения количество 34-ок к тиграм только было в сторону тигров, скажем так. в плане того, что это была настоящая мясорубка. Там за несколько дней исчезали просто танковые парки на сотне машин. Потому что они могли подбить 34-ку тупо с двух километров, а 34-ка не могла пробить тигров в упор, в лоб. Не могла вообще. То есть ей надо было зайти в борт. То есть ей надо проехать два километра под огнем точных скорострельных пушек, удастся зайти в борт на 400 метров и подбить. Ну это что-то из области фантастики. Но замечу, что это был триумф нашей штурмовой авиации и наших артиллеристов. Потому что пока танкисты отдувались за всех, штурмовики с птабами артиллеристы уничтожали немецкое зверье как никогда. То есть это было такое прям такая бойня, конечно. В общем, настоящая бойня была в какой-то степени. И по итогам Курска всем стало очевидно, что 34-ки и КВ, они абсолютно не удовлетворяют современным требованиям. И еще до Курской битвы была разработка танка под названием Т-43. Вот он справа. Это была попытка допилить 34-ку, лишить ее недостатков, которые у нее были, добавить пятого члена экипажа. Обратите внимание, двухместная башня и трехместная башня, даже командирскую башенку видно. Это была попытка утолщить броню. Здесь 60 миллиметров против 45-ти. Избавились от бесполезного пулемета, он просто не нужен. Факт. Бесполезная абсолютно вещь, все об этом знают. Но тем не менее, происходит Курская битва и танк решает не принимать на вооружение, но решает взять от него башню и поставить эту башню на танк Т-34 и поставить туда орудие, которое технологически очень напоминало 85-ти миллиметровую зенитку. То есть опыт немецких танкостроителей в определенной мере был перенят без тени сомнения. Но в этом нет ничего такого. В этом нет ничего плохого, потому что поставить в общем-то зенитное орудие это верх логики, потому что у него высокая пробиваемость, настильность, точность и так далее. Именно такое орудие поставили на Т-34 калибром 85 миллиметров. Несмотря правда на то, что калибр вроде бы такой же, как у Тигра, ну практически, то есть 3 миллиметра не сильно меняет разницу, снаряды пробивали меньше, где-то процентов так, на 10-15, и это связано с низким качеством технологии создания снарядов. Но это все равно, пробиваемости Т-34 все равно достаточно было для того, чтобы пробивать Тигр даже в лоб, с дистанцией в километр, что не так уж и плохо, особенно, когда на один Тигр приходится 16-34 по стоимости. В общем, именно эта машина, у которой у каждой стояла радиостанция, а не как на первых 34-ках, когда их вообще не было, а у радиста-пулеметчика было погоняло пассажир. Не шучу, задокументированный факт. Это не тот танк, у которого не было вентиляции практически в башне, не тот танк, у которого были отвратительные смотровые приборы, как в начале войны. Это не тот танк, который промышленность не могла освоить. Бытует мнение, что 34-ка, он как автомат Калашникова, его так легко сделать, и все. 34-ка была настоящим ноу-хау в танкостроении мирового уровня. А советская промышленность в плане именно технологичности своей, ну, мягко говоря, была далеко не самая лучшая. И только опыт войны во многом позволил ей во многом преобразиться. И под конец войны 34-ки клепались просто тысячами. Это самый массовый танк в истории. Их выпущено 65 тысяч штук. Он выпускался еще даже, по-моему, после войны и стоял на вооружении еще очень долго. Ну, не в России, в смысле, не в Советском Союзе, в других странах, типа Кубы. И именно этот танк заслуживает всех тех дефирамбов, которые поют 34-ки, а не то поделие, которое было в начале войны. В какой-то степени те танки помогли сдержать наступление врага, но реально они показали себя. Вот если мы рассматриваем танки как вещь в себе, ну, 34-ки ранее это, на мой взгляд, плохие танки. А вот этот, ну, как бы нельзя так говорить, это просто очень субъективная и нечеткая, ну, это, скажем, моя позиция, если угодно. Второй момент. Был анализ того, какие орудия хорошо подходят, точнее, какие орудия хорошо себя показали на Курской дуге. Три орудия было, три. Это 85-миллиметровая зенитка, которую впоследствии переделывают и вставляют в 34-ку. А также, это 57-миллиметровая пушка СИС-2, которая была сделана еще до войны, но на момент начала войны вот эта длинноствольная 57-миллиметровая пушка, ну, натуральный дракол, она пробивала больше 100 миллиметров, а у панзеров-четвертых броня лобовая 30 миллиметров, если что. Ну, то есть, она просто на вылетах. Поняв, что пушка реально избыточно мощная, на самом деле, довольно забавно, если кто-то из вас помнит, я когда рассказывал в начале лекции про танк Ньюбао-Фарцойк, ну, так, упоминал о нем. Советская разведка, просто, на самом деле, немцы активно давали дезинформацию об этом танке, что это мощный, тяжелый, сверхтяжелый танк, на самом деле, это был танк с бронированием уровня Панзера-4 и с соответствующими характеристиками, на самом деле, довольно посредственными, но расписывали так, что это какая-то будет ультимативная машина смерти для всех, и поэтому в Советском Союзе начали срочное изыскание по поводу создания сверхбронепробивных пушек, от которой стало это орудие. Ну, как выяснилось, когда началась война, таких танков у немцев нет, и эти орудия отправили в резерв. И как раз их звездный час наступил на Курской дуге, потому что их пробиваемость в 100 плюс миллиметров замечательно пробивала Тигры и Пантеры. Факт. Но ставить такое орудие в тяжелый танк, ну, как бы, ну, такое. Потому что, ну, что-то мне подсказывает, что танк, особенно тяжелый, не только с другими танками борется. Вот немцы этого, кстати, не поняли. Ну, немцев тоже можно понять, когда против тебя Советский Союз с 65 тысячами 34-ок, в общем-то, танки становятся основной твоей проблемой, такой, ежедневной. Второе орудие, которое хорошо себя показало, это корпусное орудие А19, разработанное очень давно, в начале 30-х, я вот боюсь соврать, очень-очень старое орудие. Оно стреляло почти на 40 километров, но тупо за горизонт. То есть, это орудие тяжелой артиллерии, 122-миллиметровое. Посмотрите, какое оно на самом деле большое, ну, то есть, ну, как бы, человек приблизительно вот такого роста по сравнению с ней. Это очень большое орудие. Но, народ подумал, почему бы нам это орудие не поставить танк? Ну, почему нет? Просто моменты, когда это орудие стреляло прямой наводкой по тиграм, пантерам, даже несмотря на то, что качество снарядов было не очень. Дульная энергия этого орудия настолько высока, что он просто делал, ну, проламывало танки тупо на вылезах, блин, любые, которые могли быть у немцев. Ну, правда, главное, нужно было попасть. Это совершенно другой разговор, правда. С этим у этого орудия было плохо, потому что орудие все-таки для стрельбы в закрытых позициях, а не противотанковая пушка. Широко известен случай, не связанный с этим орудием, а просто... Многие наверняка знают танк и самоходку СУ-122. Знаете такую кто-нибудь? Ну, знают, знают люди. Был момент, когда к этой самоходке разработали кумулятивные боеприпасы, там, условно, 15-20 штук, и решили испытать их на Тигре трофейном, и, в общем, ни один снаряд не попал. Ну, то есть, они все 15 снарядов положили, и ни одним не попали по Тигру. В общем, после этого идея использовать ее как противотанковое орудие с кумулятивными снарядами отпала само собой. Ну, закономерно в самом. Но, прежде чем я расскажу о том, как это вставили в С-2, нельзя не упомянуть о таком танке, как КВ-13. О нем мало кто знает, но, на самом деле, этот танк феноменальный по целому ряду причин. Во многом, это был... в принципе, нельзя так... ну, как бы... В принципе, эмпирически, эмпирически, можно сказать, что этот танк был в какой-то мере попыткой Советского Союза сделать ОБТ, основной боевой танк, как сейчас. Ну, очень условно, естественно, как бы я не... я там... не говорю, что это так и есть, просто это эмпирически можно так рассудить, потому что этот танк совмещал в себе достоинства тяжелого танка. А именно, 120-ти миллиметровая летая, цельнолетая лобовая плита. Она цельнолетая, ни одного шва. Это обеспечило ей феноменальную стойкость. Она могла смотреть на Тигра сколько угодно, он бы с ней ничего не сделал. Потому что, посмотрите, какие наклоны, какие формы, это очень крепкая отливка. А также в нем стоял более сильный двигатель, относительно... он имел бронирование даже мощнее, чем у КВ-1. Да, то есть, лобовая броня была не 90, а 120, бортовая, как и там, была 80 или 75, ну, довольно приличная. Но при этом танк ездил под 50 км в час. А КВ-1 еле-еле таскался 25. Как так? Дело в том, что широкое использование литья позволило значительно облегчить конструкцию. Вот просто процентов так на 30. И благодаря тому, что корпус был по большей части литым, и башня была литой, получилось сделать сравнительно легкий, но быстрый и очень бронированный танк. Там было очень много интересных технических решений, которые заслуживают без стены сомнения определенной лекции. Ну, не определенной, в смысле отдельной, прошу прощения. Но, тем не менее, эта машина, ее разрабатывали довольно долго специалисты ленинградского завода эвакуированного за Урал. Вот, вот канва такая, я не помню, какой конкретный завод. Но проблема кировский. Да, кажется, кировский завод. Ну, вот, возможно, да. Ну, их эвакуировали из Ленинграда, и они именно занимались разработкой этой машины. И проблемы были, как и у любой революционной машины, у нее была целая куча проблем с ходовой, со всеми делами, с трансмиссией, с подвеской, много, много было проблем, действительно. И в результате, когда более-менее все эти проблемы порешали, грянул 43-й, и, в общем-то, стало очевидно, что 76-миллиметровая пушка и двухместная башня, это уже прошлый век, это никому не интересно. А поставить что-то крупнее на КВ-13 не получалось, но технологии, отработанные при создании этого танка, легли в основу танка ИС-1, потому что ИС-1, внимательный зритель, если хорошо знает контуры танка, вообще, танка ИС-2, ИС-1, ну, один в один, посмотрите на корпус. Да, у ИС-2 было больше катков, да, ИС-2 был длиннее, но принципиально форма та же самая. Ну и впоследствии такой вид танка приобрел. 122-миллиметровое орудие было установлено в башню от танка ИС-1, то есть сначала был танк ИС-1 с 85-миллиметровой пушкой, но потом справедливо рассудили, а зачем нам танк с 85-миллиметровой пушкой, если мы средний танк с такой пушкой делаем, ну, алё. И поэтому было принято решение поставить более крупной и это было невероятно правильным решением. ИС-2, без тени сомнения, на мой взгляд, лучше тяжелый танк Второй мировой войны. Во многом, ну, наравне с Тигром, безусловно. На многом, дело в том, что он успел в нужное время, в нужное место. Танк с броней рассчитанно как раз на Тигры и Пантеры, а, в общем-то, ничего мощнее у немцев по большей части не было. Мы не рассматриваем Ягдпантеры, которых было аж 300 штук или там 600 или 400, ну, небольшое, меньше тысячи, словом. Мы не рассматриваем даже все Носхорны, которых там было 600 штук. Ну, то есть, вот все пушки длинные Л-71 ПАК-43 это единственное орудие, которого боялся этот танк. Ну, по-настоящему. И этих орудий было немного. А этих танков было очень много. И 34-85-х их поддерживали. Их тоже было очень много. При этом этот танк обеспечивал, в общем-то, достаточно надежную защиту и от Тигра, и от Пантеры. А его 122-мм пушка обладала такой дульной энергией, что при первом испытании этого орудия на Пантере с дистанцией, ну, метров 500, я точно не помню, он пробивает лобовой лист, пробивает весь танк Пантеры и срывает задний лист по швам. Коротко о мощности этого орудия. Со временем добавлю, что у немцев сильно упало качество брони, ввиду того, что не хватало легирующих добавок типа Вольфрама, Малибдена, а также из-за того, что технологичность производства выросла, а количество опытных кадров уменьшилось, потому что опытных кадров вызывали на фронт. Особенно после 44-го года, когда в котле оказалось там сколько, 150 тысяч немцев, ну, или даже больше, там, гораздо больше. Гораздо больше. Ну, вот, в общем, после этих событий на фронт начали призывать уже тупо опытные кадры с заводов взрослых мужчин. И это в совокупности с тем, что уровень производства, ну, как бы, Тигры и Пантеры сложнее, чем Панзеры-4, только вырос, это все очень плачевно сказалось на качестве брони. И вот интересный фанфакт про это орудие, что вот многие знают пушку ПАК-43 Л-71, длинную 88-мм пушку с пробиваемостью за 200 мм. Она стояла на Фердинанде, она стояла на Ягдпантере, на Носхорне, много где. Но на Королевском Тигре, конечно. Но в целом это орудие было редким. Табличная пробиваемость этого орудия больше, чем у этой пушки, чем у 122-х миллиметровки. Но, известный забавный факт, с дистанции в полтора километра Л-71 в Пантеру в лоб не пробивает, а эта пушка просто проламывает лист. Вот просто делает в нем вот такую дырку. И это, когда такая огромная дульная энергия, просто именно дульная энергия у орудия за счет большого калибра, это же, блин, корпусное орудие, неважно уже качество снарядов, значения такого не имеет. А крупный калибр позволил уничтожать ему всякие укрепления, здания, доты, дзоты с филигранной легкостью, что было очень кстати, потому что танк появляется на фронте в начале 44-го года реально массово. И в это время советская армия как раз наступает. А немецкая армия как раз обороняется и строит оборонительные сооружения. И огромная, блин, пушка корпусная, которая находится прямо на передовое, стреляет прямой наводкой, огромными вот такими фугасами по цели, это, конечно, ультимативная вещь. И именно эти танки первыми прорвались к Рейхстагу. На этом с ними все. И заключительная часть про американское танкостроение, которое незаслуженно обделяют в нашей стране на самом деле, да и вообще многие его обделяют. А конкретно мы будем говорить, я буду отвечать на вопрос так ли плохо с Шерман. Просто принято в советской литературе писать, что вот Шерман, да вот этот танк, он поставлялся по Ленд-Лизу, но он был на бензине, он так хорошо горел, он горел как спички, у него не было брони, даже на фоне 34-ки, ну, как бы, если брать бортовую броню туда, то лобовая, то нет. Ну, это такая ремарка. Ну, в общем, короче, в советской особенно литературе, очевидно, после военной и времен Холодной войны, принято этот танк ругать. Еще как. Ну, не этот, а Шерман. Справедливо ли это? Не совсем так. А если по-хорошему говорить, то вообще не так. Мы не будем вдаваться в глубокую историю американского танкостроения и начнем с танка М2, который на фотографии, который по старой доброй американской традиции, ну, это просто такая вот, я пока, когда готовился к лекции, читал много про американское танкостроение, и, в общем, то, что как можно описать все американское танкостроение с самого его основания и до наших дней, ну, ребята перфекционисты, в общем, они пока не, они настолько срывают все сроки, пытаясь сделать, ну, в их понимании лучше, что это очень часто выходило им боком. И с этим, и с танком, например, наверняка многие знают танк М7, американский такой легкий танк, который уже больше похож на средний. Вот его пилили, 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 он толстел, 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 стал почти похож на средний, а потом стал никому не нужен, потому что уже война закончилась. И с этим танком была такая же история. Его делали, 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 и пока его делали, в общем, концепция мирового танкостроения поменялась, и подобная архаичная конструкция с кучей смотрящих вот это просто место под пулемет, там с другой стороны еще одно такое, и с этой стороны такое, то есть он как такой ежик из пулеметов передвижной. Подобный подход в танкостроении уже казался архаичным, поэтому он был почти мертворожденным танком. И американские военные это прекрасно понимали. И они говорят, ребята, нам нужно поставить в танк нормальное 75-миллиметровое орудие. Ну, мало ли что. Но у американцев, почему у них так долго шла вообще постройка танков? Да потому что американцам танки, в общем-то, не сильно нужны. Американцы сидят на континенте и вообще не собираются там ни с кем этими танками воевать. Ну, как бы это же все происходит в середине 30-х, с кем они танками этими воевать будут? А американская экономика только после Великой депрессии, им вообще не до танков. Поэтому все это шло так лениво, медленно, никому, в общем, в целом не надо. И это, в конце концов, желание военных поставить 75-миллиметровую пушку в сочетании вот с тем, что я писал только что, приводит к этому. Танк М-3 Ли. Он же братская могила для семерых. Ну, это, правда, советское название. Так ли он плох? Тоже вопрос открытый. Почему? Этот танк, в общем-то, вот посмотрите, они даже схожи в определенных каких-то вещах. Так, эта штука будет работать? Нет? Нет? Все? О, я на что-то нажал, она перестала работать. Нет? Yes. Ну, то есть, обратите внимание, вот те, кто более-менее знают эти танки, могут заметить одинаковые, абсолютно, тележки, подвески и ведущее колесо, ну, один в один, ну, то есть, прям, даже здесь видно. То есть, принципиально, это был тот же самый боевой машиной. Но в чем суть? Они установили реально, как с первой мировой орудие в спонсон, 75-миллиметровое, а также сделали башню с 37-миллиметровым вращающимся, ну, башней полного вращения с 37-миллиметровым орудия, она здесь демонтирована, но вот здесь его видно. А на этой башне они построили еще одну башню, вот эту, с зенитным пулеметом, ну, которая, на самом деле, являлась скорее таким передвижным полем наблюдения командира, скажем, да, то есть, такой турелькой, ну, не турелькой, то есть, ну, я думаю, вы поняли, о чем я. То есть, она скорее больше используется для наблюдения, чем для реальной стрельбы. Потому что пулеметов у него хватало, у него вот здесь два пулемета, в башне пулемет, ну, это типично, американцы, больше браунингов, богу браунингов. И этот танк принят хаять прямо со всех сил, то есть, если Шерману еще делают скидку, то вот это, это братская могила для семерых, там, как его только называют. Но факт в том, что у этого танка удивительно славная боевая история. Несмотря на то, что он выглядит как несуразица, скажем так, у него клепаная броня, каких-то смешных, смешные полигональные формы, он размером с небольшой дом, и в нем сидит семь человек. Кстати, обратите внимание, насколько качественные фотографии, это не осветление, ничего, это реально фотографии 42-го года, такого высокого качества было сделано в Америке. Коротко, оптики, фототехники, которые у них была. Ну, то есть, обратите внимание, реально очень здоровские снимки. Для журнала Life, по-моему, ну, что-то такое. Не важно. Эта машина очень славно воевала в Северной Африке с немцами, потому что 37-миллиметровая пушка неплохо пробивала тигры, ой, фу, тигры, панзеры 3-й, 4-й, 1-й, итальянские поделки, а 75-миллиметровая пушка была натурально оверкилом. То есть, она вообще не знала, то есть, ну, немцев не было танков на пустынном фронте, если не брать там пустынных тигров, там, по-моему, 4 штуки, которые Ромелю поставили, ну, мы их не рассматриваем. Но это сильно потом, да, сильно-сильно-сильно-сильно-сильно-сильно, да, а это мы говорим про 1941-1943 год. И она, в общем-то, без всяких проблем заплотняла все немецкие танки, которые могли ей противостоять тогда. И была, в общем-то, не меньшей занозой, чем Матильда, Матильда-2, тоже хорошо известный танк, который тоже был большой проблемой для немцев. Именно на базе этого танка со временем американским военным, особенно, когда они начинают воевать на континенте, а потом еще и с Японией, приходит понимание, так, ребят, на 75-мм пушке это реально огонь. Давайте мы ее поставим просто уже в нормальную башню. Сказано, сделано. Появляется Шерман. И Шерман тоже имеет весьма странную боевую историю. До того, как этот танк окажется в Европе, в Италии в 43-м, я не помню, по-моему, они были или нет, честно боюсь соврать, возможно, самые ранние, но совершенно точно в Нормандии в 44-м, а также в советской армии по Ленд-Лизу. Если мы не берем Европу, а берем, скажем, Северную Африку, допустим, и Японию, он просто не знал там равных. Это была идеальная машина, которая вот эти вот довоенные подделки гоняла просто веником, скажем так. Когда эта машина попала на Восточный фронт, сложилась двоякая ситуация. Машина, на самом деле, по характеристикам близка к Т-34 обычной, но у нее 5 членов экипажа, нормальная командирская башенка, нормальные приборы наблюдения, нормальные прицелы. В нем удобно работать. И самый интересный момент. Для того, чтобы починить деталь в коробке передач Панзера 4, вам натурально надо было разбирать пол танка, потому что у него коробка была спереди, и она была довольно сложно закрыта. Я не говорю про Тигры и Пантеры. Если у Панзера 4 еще было два таких люка широко, кто более-менее в теме, тот знает. Но у Тигра и Пантер там же просто монолитные бронеплиты. Чтобы достать там коробку, надо реально снимать башню, снимать крышку корпуса, доставать ее оттуда. У Т-34 другая проблема. Там в легкой доступности коробка передач. Но, из-за того, что Т-34 машина сложная для советской промышленности, когда мы говорим не о Т-34-85, а о классических Т-34-ках. И все заводы их делают очень по-разному. Реально. У заводов разные формы корпусов, разные формы башен, разные формы там люков и так далее, и так далее. Там есть целая секта любителей модификации Т-34-ок, разных заводов, как они там просто любой танк могут определить, потому что они на самом деле довольно сильно различаются. И это сыграло отвратительную, как сказать, ну это сыграло злую шутку, скажем так, с советскими войсками, потому что тупо деталь могла не подходить. Потому что вот у вас есть там допустим диск сцепления, там, он выпущен на одном заводе, но он умер. Вам приходит другое диск сцепление, но он с другого завода, он не подходит. Напильником. Напильником и чьей-нибудь матерью, да, стандартный способ. То есть, а у Шермана из-за высокой культуры производства США, ну правильно, в США нету воин, в США нету 37-го года, в США все нормально. Из-за высокой культуры производства ты просто снимаешь одну деталь и ставишь другую, все. Это ли не плюс в реалиях войны? Да, я не спорю, что по боевым характеристикам он в принципе с, ну, можно сравнивать с Т-34 вот такой Шерман и с Т-34-85 вот такой. Да, не спорно, бесспорно, во многом Т-34-ке лучше. Ну, факт. По уровню ремонтопригодности Шермана не знали равных. Шерманы шли с полным комплектом. Вот, они сгружались на паром, а внутри уже лежал боекомплект. Пять Томпсонов, ну, пистолетов, пулеметов, пять шлемофонов, пять костюмов, ну, то есть полный набор. Одевай, да садись и воюй. То есть, было определенное уважительное отношение к братьям по оружию. Замечу, такую приятную момент некого братания народов. Такого, прям, какого-то такого забавного. впоследствии же, как вы видите, сначала танк был литой формы, он много модернизировался, потом ему начали делать скатанных гомогенных листов, что повысило его снарядостойкость. На него, как и в случае, с Т-34-85 в Америке разрабатывался танк Т-23, Т-20, Т-23, там целая серия машин, любители картофельных игр должны их очень хорошо знать. Да, в принципе, машины, на самом деле, довольно известны, но они, как в случае с Т-43, они тоже не были приняты на вооружение, по целому ряду проблем, но башня у них была весьма удачная. Вот она. Это же не башня Шермана, это башня совершенно другого танка, это башня танка Т-23, как и в случае с Т-34-85, когда там, по сути, башня Т-43. Ну, это советская Т-43, понимаете, что я. Ну, и плюс это орудие, длинная 76-миллиметровая пушка, которая, несмотря на то, что она была калибром 76 миллиметров, а не 85, из-за высокой культуры производства и систематического использования сплошных снарядов без камор, по-моему, М62 или М82, это, по-моему, каморный, М60 или М79, неважно. Короче, американцы, американские танки часто использовали сплошные снаряды, то есть без каморы, просто большими такими металлическими пулями. И за счет высокой культуры производства этих снарядов пробиваемость у этого орудия была как у Т-34-85 в районе 125-130 миллиметров, потому что даже, несмотря на меньший калибр и в довесок ко всем достоинствам, которые я уже описал у этого танка. В заключении, у меня упал лазер, в заключении я хотел бы сказать, что довольно интересно наблюдать, во всяком случае лично мне, что танки, которые так и не поняли, как надо строить после Первой мировой войны, вошли во Вторую мировую войну непонятными, полукустарными, какими-то странными машинами, а вышли из Второй мировой войны не только настоящими стальными легендами, настоящими вот прям машинами убийства, прям такими узкоспециализированными и невероятно совершенными. Но более того, именно танки с тех пор слегли в основу всех вообще вооруженных конфликтов. очень популярно в последнее время говорить, что ну вот современные там ПТУРЫ, четвертое поколение, в крышу, да там что там, танки не нужны. Ну да, бери этот 40-килограммовый ПТУР и захватывай высоту. Танки тогда показали себя как основная боевая сила и стали настоящими стальными солдатами новых полей сражений. И если не рассматривать танки как машины убийства, а рассматривать их как битву умов конструкторов разных стран, это приобретает все совершенно иной открас. И я надеюсь, что вам было интересно послушать о том, как насколько по-разному подходили к танкостроению в разных странах. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ